МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО-2017 Карагадинские летчики на полигоне Сарагаш произвели пуски управляемых ракет. Во время учений особое внимание уделялось подготовке молодых летчиков. На территории Североказахстанской области с начала года произошло около 500 пожаров. По официальным данным, количество пожаров в этом году увеличилось на 7%. С начала года на территории области произошло 439 пожаров. О риске возгорания и соблюдении безопасности в период уборочной кампании рассказали на брифинге региональной службы коммуникаций. Заместитель начальника департамента ПЧС Североказахстанской области Нурлан Атыгаев отметил, что количество пожаров в этом году увеличилось на 7%. Материальные потери от пожаров составили 62 миллиона тенге. Также здесь уже наблюдается снижение на 23%. При пожаре погибло 30 человек, из них двое детей. В связи с ростом пожара у нас уже и наблюдается увеличение гибели людей. При пожарах получили травму 13 человек, в 2016 году у нас было их 18. По словам Дениса Шуваева, ущерб от лесных пожаров с начала года составляет более 1 миллиона 400 тысяч тенге. Эта сумма больше прошлогодней в 220 раз. За последнюю неделю у нас добавилось 2 лесных пожара. Это 3 сентября в Таиншинском районе, вблизи села Рощинское, произошел пожар в смешанном лесу. Ликвидирован он был на площади 8 гектар. И 4 сентября, на следующий день в Айртаусском районе, вблизи села Имантау, также произошел пожар в смешанном лесу, здесь площадь полгектара, целых 5 десятых гектар. Как отметили на встрече, органами гражданской защиты перед началом хлебоуборочной кампании уделяется особое внимание соблюдению правил пожарной безопасности на объектах хранения и переработки зерновых. По данным статистики, на территории СКО имеется 30 элеваторов и 41 хлебоприемный пункт. Помимо проверок, на элеваторах пожарными подразделениями были проведены пожарно-тактические учения в целях отработки совместных действий и навыков тушения пожаров с администрацией, с добровольным пожарным пожарным фермером и с негосударственным противопожарным службом на данных объектах. В жилом секторе произошло 353 пожара. Как показывает статистика, 162 возгорания из-за неосторожного обращения с огнем и 116 случаев из-за неправильной эксплуатации электрооборудования. Летчики шенгенской авиабазы ВВС Казахстана выполнили полеты с боевым применением авиационных средств поражения. Своё мастерство они показали во время учений «Боевое содружество-2017». Это боевая крылатая машина Ми-171Ш. За раз вертолёт может перевезти более 20 тонн груза, и всё это на дальнее расстояние. Лётчики шенгенской авиабазы ВВС Казахстана выполняют полеты с боевым применением авиационных средств поражения. Главная задача – из точки А добраться до точки Б и уничтожить предполагаемого противника. В учениях используется широкий спектр вооружения. Это управляемые ракеты классов «Воздух-Воздух» малой, средней и большой дальности. Классов «Воздух-Поверхность», а также авиационные бомбы и неуправляемые ракеты различного калибра. Пуски производятся с истребителей МиГ-29 по воздушным и наземным мишеням, а также с вертолётов. Пока наша съёмочная группа ждёт разрешения на вылет, объявляется боевая тревога. Помощники готовят топливо. Задача, надо сказать, не из лёгких. А ещё необходимо услышать шум двигателя. В буквальном смысле – это как биение сердца. Только вместо доктора этим занимаются специалисты авиабазы. На нашем аэродроме начинается учение «Боевое содружество-2017», на котором наши лётчики должны показать своё мастерство по применению управляемых средств поражения. Они будут выполнять это с самолётов МиГ-29, Су-25, также наши коллеги других авиационных баз на самолётах Су-27, Су-30 и МиГ-31. Через несколько, как говорят пилоты, взмахов – взлёт. Экипажам истребителей необходимо произвести его с аэродрома, выполнить полёт по заданному маршруту, выйти на полигон, обнаружить мишень, опознать, произвести пуск ракеты и поразить её. Всё это требует серьёзной подготовки. Учебная база на полигоне в посёлке Сайрам. Здесь установлена боевая вышка. Пехотинцы налаживают связь с боевым вертолётом, который отслеживает противника. Пуски ракет производят как в дневных, так и в ночных условиях с использованием очков ночного видения. Учебный вылет закончен. Предполагаемый противник уничтожен. Мы возвращаемся на авиабазу. Карагадинские лётчики на полигоне Сарагаш произвели пуски управляемых ракет. Во время учений особое внимание уделялось подготовке молодых лётчиков. Стремительный разбег и двухместный всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31 взмывает ввысь. Уже через несколько минут полёта на полигоне Сары-Шаган экипаж выполнит пуски управляемых ракет по воздушным мишеням. Полётом на боевое применение предшествовала тщательная подготовка и планирование. Особое внимание уделялось подготовке молодых лётчиков. Командование Карагандинской авиабазы отмечает, что 90% лётного состава – это молодые офицеры, выпускники Актюбинского лётного училища. Уровень подготовки достаточно высокий. На всех предыдущих учениях, если мы производили такие же пуски, то это было гораздо в объёме, раза в два, даже в три раза меньше. В этом году мы практически весь лётный состав молодой, который сейчас летает. Мы их подготовили, и они выполняют полёты на боевое применение как днём, так и ночью. Экипажам истребителей необходимо произвести взлёт с аэродрома, выполнить полёт по заданному маршруту, выйти на полигон, обнаружить мишень, опознать, произвести пуск ракеты и поразить мишень. Пуски ракет производились как в дневных, так и в ночных условиях с использованием приборов ночного видения. Некоторые из участников выполняли пуски боевых ракет впервые, особенно в ночное время. Среди них и старший лейтенант Домир Ахмедьянов. «Непосредственно взлетая в воздух, самое главное не волноваться, потому что стрельбы с применением боевых ракет – это очень ответственный момент для каждого лётчика и для каждого военного. Ну а после пуска, с чувством выполненного долга, можно возвращаться обратно на аэродром, тем более если ты поразил цель». Учения позволяют совершенствовать боевое применение авиационных средств поражения и повысить боеспособность авиации Казахстана в целом. А на будущее карагандинские военные лётчики желали бы проводить учения не только с другими родами войск, но и совместно со своими коллегами из соседних стран. К примеру, с российскими военными лётчиками. «Этот самолёт стоит на вооружении только у нас и в России. И вот эти совместные учения, они бы показали, допустим, на полигон, если бы прилетели бы мы и россияне, и нам поставили одинаковые задачи, и было бы, скажем так, интересно, как нам, так и россиянам уровень подготовки оценить. Не надо сказать, потому что у них возможностей побольше, может быть, как в плане боевых применений, они летают, может быть, чаще. А вот это, скажем так, показало бы реально, на что способны наши лётчики на МиГ-31 и на что способны лётчики Российской Федерации». В ходе учения используется широкий спектр вооружения, таких как управляемые ракеты класса «Воздух-Воздух» малой, средней и большой дальности, класса «Воздух-Поверхность», а также авиационные бомбы и неуправляемые ракеты различного калибра. Командование Карагандинской авиабазы заявляет, что наши лётчики успешно справляются с поставленной задачей.